парам-пам-пам и это снова я прошлый выпуск гриб отборщиков вам зашел да и сам виновник торжества после того видео выпустил новую сборку за 50 тысяч которую он сделал на хорошо теперь у нас вилсон поехали первым делом идем в магазин и покупаем материнскую плату на м4 сокете я выбрал народную и всеми любимую гигабайт по 450 м с 2h сделать апгрейд даже на какой-нибудь шестиядерный райза нового поколения и это чудо материнка стоит всего четыре с половиной тысячи рублей уверенно берем ее и получаем идеальный вариант за свою скромную цену особенно для нашей недорогой сборки материнку взял на отлично тем более на чипсете b450 конечно два слота для памяти будут костыльными но в бюджете 20000 это простительно я думаю вы понимаете что за такой малый бюджет собрать пока с видеокартой у нас не получится поэтому процессор в нашей сборке пока за 20к должен быть со встроенной графикой но не спешите расстраиваться ведь наше встроенное графическое ядро позволит поиграть нам во все современные игры да на низких настройках но чего-то большего за такую цену ждать не стоит к тому же пересидев какое-то время на встройке вы сможете подкопить деньги и просто докупить потом видеокарту тем самым в несколько раз увеличив производительность в играх ну что же давайте не буду вас томить качестве процессора у нас будет выступать ryzen 3 3 200 g который имеет на борту четыре ядра и 8 потоков токов с пиковой частотой в турбо бусте до 4 гигагерц а также встроенное графическое ядро вега 8 на котором мы и будем играть пока не купим дискретную видеокарту этот процессор является лучшим вариантом со встроенной графикой по соотношению цена производительность в нашей ценовой категории сожалению у процессоров intel со встроенной графикой все немного печальнее поэтому берем именно ryzen 3 3 200 g в частности его боксовую версию с комплектным кулером за 9000 рублей который стоит сейчас всего на 300 рублей дороже чем версия без него а этот кулер уж точно стоит своих трех сотен рублей и за такую цену отдельно вы ничего лучше не купите покупка процессора полностью мной оправдывается ведь она реально хороша за свою цену но цена рекомендую тогда взять 2 200 g и чтобы наш процессор смог раскрыться на полную я включил нашу сборку комплект из двух планок памяти по 4 гигабайта патриот вайпер элит с частотой в 2666 мегагерц ценник за две планки по 4 гигабайта в районе 3000 рублей делает эту покупку лучшей для нашей сборки пока ты серьезно что ли это во-первых во-вторых за какую сумму короче смотри amude r7 performance частота 2666 мегагерц и тоже нормальный производитель чипа за две планки плата всего 2700 рублей экономия несмотря на то что у нас сборка довольно бюджетная я не стал добавлять сюда жесткие диски так как в целом они уходят на второй план поэтому покупаем один из лучших ssd crucial bx 500 на 240 гигабайт за 2400 рублей за эти деньги мы получаем достаточно места даже под самые современные игры и просто царскую скорость которая была бы слабым местом в случае покупки жесткого диска к тому же вам никто не мешает снять жесткий диск со своего старого компьютера или докупить его отдельно так как цена на них особенно на вторичке довольно низко здесь лучше сначала купить жесткий диск на терабайт например в истерн digital blue а потом уже взять твердотельный нам осталось только выбрать блок питания и собрать компьютер в корпус бюджета у нас остается не так много но я буду в каждом видео повторять что ни в коем случае не стоит экономить на блоке питания только не говори что хочешь к цес брать нашу сборку идеально впишется лучший бюджетный блок питания конечно же это fsp pnr на 500 ватт я боялся что ты сдох так как в бюджетном сегменте у него просто нет конкурентов за две с половиной тысячи рублей мы получаем очень неплохой блок питания который я смело могу рекомендовать для сборки бюджетных компьютеров здесь у нас используются неплохие компоненты есть все необходимые защиты и он особо не греется а все остальные его конкуренты в данной ценовой категории или дешевле просто мусор и ширпотреб взять те же аэрокулы которых сэкономлено везде где только можно и у которых нет вообще никаких защит поэтому это отличный блок питания за свои деньги которого точно хватит для дальнейшего апгрейда нашей системы слов нет отличный блок питания дальше он там брал корпус с подсветкой от гинзу но это уже дело вкусовщины и так память плоха и накопитель так себе но все остальное подобрано отлично поэтому 8 из 10 рекомендую почитать немного рынок комплектующих чтобы делать такие видео в общем твоя сборка хороша а с вами был стик ботман